Нарковербовщики под маской простых работодателей заманивают студентов в незаконный бизнес. Они размещают вакансии на одном из известных сайтов объявлений. Жертвой злоумышленников едва не стала Челябинка, которая получила на свою почту подробную инструкцию по распространению запрещенных веществ. Я искала подработку на Авито и, соответственно, там увидела вакансию, откликнулась. Там было написано, что если вы не можете дозвониться по номеру телефона указанного, оставьте свои данные. Я оставила. На следующий день женщина получила письмо с шокирующим предложением. Прочитав его, дама поняла, что это действуют вербовщики. Причем, по словам Челябинки, подобных объявлений на сайте несколько. Срочно требуются мужчины, женщины или пары на склад для фасовки и упаковки товаров. На теплом складе. Ежедневная плата 80 тысяч рублей. Женщина беспокоится, что молодые люди в поисках работы могут легко стать жертвами злоумышленников. Ведь в тексте письма от вербовщиков ничего не говорится об уголовной ответственности. Во-первых, у меня сын студент. Это раз. Во-вторых, меня возмутило то, что там в шапке в объявлении написано подработка, да, без опыта студентом. То есть вот таких вот ребят, как у меня, например, вот мой сын, вообще легко. Вот там так, с такой легкостью все это написано, как эти деньги, что вроде бы, ну ничего же страшного. Ты же просто пошел там, кинул эти сверточки и все. Сейчас женщина намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь деятельность наглых нарковербовщиков.